Ну и теперь, как обычно, и о других событиях этой недели, о которых мы не упомянули или упомянули о них лишь вскользе, а они, тем не менее, заслуживают нашего и, конечно же, вашего внимания. В результате взрыва в жилом доме Вакка погибли пять человек, в том числе восьмилетний мальчик. Еще десять человек были ранены. Взрыв практически полностью разрушил трехэтажное здание, расположенное в старом городе. Полиция продолжает расследование случившегося. Неизвестные прокололи шины более чем 30 машин в арабской деревне Бейтса-Фафа, входящей в муниципальные границы Иерусалима и расположенной по соседству с еврейским кварталом Гело. На стенах домов злоумышленники оставили антиарабские надписи. Полиция предполагает, что речь идет о так называемой акции возмездия ультраправых экстремистов. Президент Израиля Шимон Перес отверг возможность продления его каденции еще на один год. Пресс-служба главы государства опубликовала заявление, в котором утверждается, что Перес намерен покинуть свой пост в установленный законом срок в конце июля нынешнего года. В Иерусалиме состоялась Генеральная Ассамблея Евразиатского Еврейского Конгресса. В ее работе приняли участие многие известные политики и общественные деятели. Ассамблея сформировала новые руководящие органы Конгресса, включая попечительский совет в составе 14 человек. Новым президентом Евразиатского Еврейского Конгресса единогласно был избран австрийский предприниматель и филантроп Юлиус Майнер.